Эфир продолжают новости в студии Евгения Макитрюк. Здравствуйте, коротко о главных темах дня. Гектар в дело. Фермер из Ивановки намерен использовать бесплатные наделы для выращивания овощей. Показали, что умеют. В ДВОКУ проходит многодневная научно-практическая конференция. Справились на отлично. Дальневосточные спасатели-кинологи сдали экзамены на профпригодность. Кабанье-царство. Хотоведы Воскресеновского заказника подкармливают кабанщиков, чтобы сохранить популяцию. Прощай, школа. 25 мая для амурских выпускников прозвенит последний звонок. Ну а теперь более подробно об этих и других темах. Уже более 2300 человек стали собственниками бесплатного гектара в Амурской области. Одни используют свои наделы под строительство жилья, другие для развития производства. Благодаря федеральной программе фермер из Ивановки стал обладателем сразу 10 гектаров земли, которые намерен использовать для выращивания овощей. О перспективах аграрного бизнеса, поддержанного государством, материал Юрия Камышного. Вот она вся спаханная. 10 гектаров земли здесь. Это мы как семейный бесплатный гектар взяли. О 10 гектарах пашни, да еще и возле Ивановки фермер Акрам Хакбердыев еще год назад даже и не мечтал. А сегодня вся эта земля, его собственность. На дело оформили на большую семью, супругу, дочек, внучек. В собственники записали даже бабушку. Долго думать, как использовать бесплатный участок Хакбердыевы тоже не стали. Мы успели спахать за это время, нарезать. Сейчас начинаем сеять бахчевые. Огурцы сеем сейчас, потом дальше арбузы будем сажать, потом перец, баклажаны. Ну, бахчевые полностью будут сажать. Она уже готовая, нарезанная. Посевная овощей на 10 гектарах в самом разгаре. Для того, чтобы обработать весь участок, фермер привлек и дополнительные рабочие руки. Среди вольнонаемных Анна Науменко, по словам женщины. В той же Ивановке трудоустроиться довольно сложно. Вот и приходится искать дополнительный заработок. Туго. Туго? Туго. Была бы работа, я бы здесь не находилась на поле. Туго найти работу в Ивановке. Сегодня вопрос, где найти свободную землю для Хакбердыева, отпал сам собой. 10 гектаров вполне хватит для того, чтобы обеспечить овощами себя, небольшое хозяйство и большую часть наших отечественных огурцов, помидоров и арбузов пустить на продажу. Очень доволен. Почему? Ну, каждый год там, а там, а где сажал, ходил, а сейчас свой. Земля своя какая-то. И будем заниматься, работать. Благодаря федеральной программе бизнес Хакбердыева получил все шансы для твердого развития. Сегодня фермеру остается надеяться только на погоду, чтобы урожай овощей был хороший. Все остальное, включая землю, у него уже есть. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Вопрос о закредитованности при Амуре поднял Александр Козлов во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В частности, амурским губернаторам было озвучено, что по федеральным законам ряд предприятий получают налоговые льготы. Это хорошо для развития предприятий, их модернизации и так далее. Но потери регионов от введения таких льгот не возмещаются из федерального бюджета, как это было ранее. В свою очередь, у Госдумы есть возможность принять уточнение федеральной бюджеты, помочь регионам, отметил Александр Козлов. Глава региона также попросил Вячеслава Володина оказать содействие в вопросе выделения адресного бюджетного кредита для при Амуре. В 2018 году область должна погасить долг по бюджетным кредитам в сумме 6,9 млрд рублей, в 2019 году 6,8 млрд рублей. Цитата. Мы ушли от коммерческих кредитов, получили бюджетный подставку 0,1%. Благодаря этому смогли сэкономить 1,4 млрд рублей в течение 2016 года. Эти средства пошли на меры соцподдержки, в частности, на компенсацию потечникам на содержание сети бюджетных учреждений, подготовку к зиме и так далее. Но нам сегодня, чтобы отдать бюджетные кредиты, надо брать коммерческие. Это дополнительно 700 млн рублей нагрузки на обслуживание госдолга. Тогда как эти деньги лучше направить на выполнение социальных обязательств. Конец цитаты. Обсудили и другие вопросы, в частности, изменения в закон о социальной защите инвалидов, инициатива, с которой в Госдуму обратилась Заксобрание Преамурия, а также вопросы о передаче полномочий по обеспечению лекарствами граждан, страдающих редкими заболеваниями на федеральный уровень, затронули инициативу Амурского Заксобрания внесения изменений в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции. Почти полсотни мероприятий и 49 млрд рублей. Город Свободный ждет серьезная модернизация. Правительство России поручило разработать план развития города. Среди мероприятий, на которые будут выделены средства, разработка схемы газификации и газоснабжения, реконструкция сетей, теплоснабжения и водопроводных сетей, приведение в нормативное состояние дорог и улиц и многое другое. Разработать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного должны Минвостокразвития России совместно с федеральными министерствами, правительством Преамурия и компанией «Газпром». Проект должен быть предоставлен в правительство России. Как сообщает Минвостокразвития, свободный третий по численности город в Преамурии при этом относится к числу моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. В то же время сейчас у города буквально открылось второе дыхание. Здесь ведутся масштабные стройки с многомиллиардными инвестициями, в числе которых, например, Амурский газоперерабатывающий завод. В плане развития Свободного – 48 мероприятий, в том числе приведение в нормативное состояние дорог и улиц, обновление общественного транспорта, оснащение медучреждений автомобилями скорой помощи, строительство новых школ и детских садов, строительство и реконструкция домов культуры. По предварительным данным, стоимость модернизации составит 49 миллиардов рублей. Последствия вторничного ДТП коммунальщики устранили уже к концу дня среды. Все работы осуществила компания, повредившая водопровод. На место аварии утром привезли трубы, после обеда приступили к монтажу. Напомним, 23 мая в районе перекрестка Амурская-Загородная в Благовещенске Трал, перевозивший экскаватор, снес водопровод. Это видео снял на мобильный телефон один из очевидцев произошедшего. Трал ехал по Загородной, поворачивая на Амурскую, он задел водопровод. Потоки холодной воды едва не затопили частный сектор. Жильцам пришлось экстренно выкапывать траншей и закрывать домопленкой, чтобы вода не попала в подполье. При этом, как рассказали местные жители, аварийная бригада приехала оперативно и перекрыла воду. Водитель, наверное, не подрассчитал, зацепил последнюю трубу небольшую и оторвал ее. Вызвали полицию, тут все было, затопление, ну дом все такое, начало затоплять. Ну, прилично так-то. Вода была холодная, еще так воняло хлоркой, прям невозможно. В Приамуре открыли лодочную переправу на реке Нюкжа в Тындинском районе. Она соединила населенные пункты Уснюкжа и Юктали. Переправа соответствует требованиям безопасности. Здесь имеются все необходимые приспособления для спасения людей. Работает она ежедневно с 7 до 21 часа, в субботу и воскресенье с 8 до 17.00. А в дни прибытия поезда Нерюнгри-Москва до 9 часов вечера. Страшная находка на берегу Зи в районе села Новопетровка обнаружен труп мужчины. Предположительно, это рыбак, пропавший еще в феврале. Установить личность погибшего и причину смерти предстоит специалистам. Тем временем в Якутии продолжаются поиски еще одного пропавшего амурчанина. 17 мая на реке Алекма опрокинулась моторная лодка с двумя пассажирами. 51-летняя женщина смогла выбраться на берег, а ее муж пропал. В его поисках принимают участие и амурские спасатели. Дальневосточные спасатели-кинологи искали пострадавших под развалинами села Черемхово. В Преамуре прошел третий этап соревнований кинологических расчетов поисково-спасательных отрядов Дальнего Востока. Подробнее в материале нашего корреспондента. Ищи вперед, работай! Сегодня в большей степени работают собаки. Задача в течение 20 минут обнаружить двух условно пострадавших. Люди пострадали условно, а вот завалы самые настоящие. Для соревнований выбрали территорию заброшенной в военной части села Черемхово. Мы справились, нашли. Конечно, очень переживали. Собака хорошо работала. У меня еще там не лечет, потому что я очень волновалась. У меня впервые аттестация и вот такие вот условия. Ну, собака, конечно, еще работать и работать. На таких соревнованиях собак проверяют на профпригодность. В реальных условиях их работа очень важна. К примеру, когда необходимо найти людей под завалами или в лесу. В работу включаются спасатели-кинологи. Вероятность найти человека 90% говорят в Амурском МЧС. Ну, во-первых, собака – это живое существо. Может быть, никаких проблем. Там что-то чисто не заладилось. Бывают какие-то огрехи в подготовке, может быть, методически. Но у нас и мероприятие такое, что мы не только оцениваем работу, но еще и даем рекомендации по устроению недостатков. Кинологи уже прошли проверку послушания и ловкости. Показали, как работают в паре со своим четверолапым партнером. Традиционно в состязаниях участвуют спасатели-кинологи Хабаровского, Приморского, Камчатского края, Сахалинской области. Больше 20 кинологических расчетов. Денис Сверденко, Амурское областное телевидение. Показали, что умеют. В ДВОКУ началась многодневная научно-практическая конференция, в рамках которой представители российских военных училищ и вузов смогут увидеть на практике, как обучают курсантов, какое вооружение им доступно и что уже умеют сегодняшние морпехи и арктические стрелки. По учебным кабинетам военного училища прогулялся и Ростислав Азизов. С троевым шагом на отработку практических заданий сегодня на территории ДВОКУ было многолюдно. Здесь, кроме курсантов, собрались и представители военных вузов со всей России. География участников научно-практической конференции обширна – Хабаровск, Усурийск, Казань, Смоленск и другие. Члены делегации, в составе которой около 30 человек, прошлись по учебным кафедрам, где им продемонстрировали практические отработки. Например, вот так на специальных тренажерах курсанты ДВОКУ учатся управлять военной техникой. А уже здесь, в лаборатории, они проходят основной курс по замене и ремонту деталей спецтранспорта. В спортивном зале участникам конференции военные продемонстрировали уровень своей физической формы. Это и мастерство рукопашного боя, а также владение навыками горной подготовки на специальном оборудовании. Данил Филиппов уже на пятом курсе. Отмечает – в ДВОКУ пришел не случайно. Горы всегда для меня были близки, мне это было интересно, я хотел этим заниматься с самого детства. И так оказалось, что у меня появилась возможность сочетать военную профессию и горную подготовку. Ранее мурские курсанты прошли спецстажировку по отработке практических навыков, показали отличные результаты. Это и послужило поводом проведения такой большой конференции на базе Благовещенского вуза, в рамках которой присутствующим рассказали о результатах проделанной работы. О том, как проходила стажировка, какие задачи, что достигло училище в выполнении практической направленности. Это живой разговор с теми заказчиками, кому мы даем, не побоюсь такого слова, как бы в кавычках товар, а без кавычек – это профессиональные офицерские кадры. Представители российских вузов и училищ, которые съехались в Благовещенск, отметили профессионализм и высокий уровень обучения будущих военных. Интересные вещи есть. Используются очень хорошо наглядно компьютерные технологии, программы специальные для обучения курсантов, которые обязательно нужно использовать в своей практике. Также делегация посетит и полигон ДВОКУ, где для них проведут военные учения с отработкой практических навыков. После состоится большое совещание, в рамках которого все присутствующие обсудят программу обучения и внесут свои предложения по организации учебного процесса. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Точно в цель. 24 мая состоялся очередной этап спартакиады амурских силовиков. Девять команд из разных ведомств соревновались в стрельбе из пистолета Макарова. Все подробности смотрите далее. Первыми свою меткость показывали девушки. Стрельба на дистанции 25 метров, две серии по 10 выстрелов, затем с пробежкой за 20 секунд времени. Надо сказать, что дамы показали отличные результаты. Это отметил и главный судья. Стреляют амурские силовики. Как женщины, так и мужчины хорошо и считаются одними из лучших по Дальнему Востоку. Те люди, которые сегодня находятся в тире «Динамо», которые сегодня стреляют на соревнованиях, эти люди достойно. Я их оцениваю. Это те команды, которые даже у нас ездят на чемпионаты России и занимают призовые места у нас. Команда МВД ездила постоянно. Они призеры чемпионатов МВД России. ОФСИН сейчас приехали с чемпионата России и заняли второе место. Команда судебных приставов тоже на ДФО ездит, занимает призовые места. Главный судья также отметил, в этом году силовики подошли к соревнованиям особенно ответственно. Регулярно приходили в тир и оттачивали навыки. Майор Росгвардии Ольга Фомина призналась, в их ведомстве подготовку проходят постоянно. Так что к соревнованиям были готовы. Всегда любые соревнования сложные. Это психологическое напряжение. Надо уметь с ним бороться, совладать с собой, чтобы убирать тремор во время стрельбы. То есть психология, она взаимосвязана с физиологией. И рука трясется, когда волнуешься. После того, как все представительницы прекрасной половины силовых структур закончили упражнения, были подведены итоги. Лучших наградили медалями и грамотами. Пока дамы радовались успехам, за пистолеты взялись мужчины. Среди них также выберут лучших. Соревнования продолжатся и завтра. Стрелять уже будут из автоматов. В свою очередь спартакиада силовиков проходит по 12 видам спорта. Стрельба шестая в списке. Начались состязания в феврале, а закончатся в конце года. Тогда станет известно, какая из команд займет первое место. И будет защищать честь при Амуре на дальневосточных соревнованиях. Амурский тигр Кузя периодически возвращается домой с Китая. Дикая кошка живет на два берега. Кузя периодически переплывает узкий участок Амура, выходя из китайского заповедника Тайпинго у провинции Хайлунзян и навещая еврейскую автономию. Напомним, Кузю вместе с двумя тиграми Борей и Лоной в мае 2014 года выпустил в дикую природу президент Владимир Путин в Амурской области. В октябре Кузя пересек Амур в районе села Пашково еврейской автономии. В Китае тигр находился до того момента, пока река не встала. В декабре этого года сигнал с его радиоошейника зафиксировали опять с российского берега. Позже появилась информация от китайских коллег, что амурский тигр вновь добрался до Поднебесной. Кузя не раз попадал в фотоловушки. Китайские пограничники неоднократно отмечают его вояжи с берега на берег. Амурские заказники засевают поля для пропитания диких животных. В этом году столовые для косуль, оленей, кабанов и фазанов займут около 120 гектаров. В основном охотоведы высеивают сою, овес и ячмень. Подключились к подготовке кормовой базы на зиму и сотрудники Воскресеновского заказника в Серышевском районе. Здесь одна из самых больших популяций уссурийских кабанов, на которых в охотничий сезон съезжаются любители промысла со всей области. Чем живет заказник сегодня увидела Марьяна Геворкян. 24 километра по реке на моторных лодках – и вот она, крайняя точка Воскресеновского заказника. Кордон, как его называют рыбаки-охотники. Здесь и охрана заповедных земель, и место отдыха для туристов. До непростых Воскресеновский заказник нередко навещают известные люди и гости при Амурье. У нас туристы приезжают на охоту. Ну, бывает и летом отдыхают. Ну, не отдыхают, берут, платят. Например, с Благовещенска часто приезжают. Они оплачивают дирекции деньги, и мы их доставляем сюда. Они здесь отдыхают, рыбачат, загорают. Ну, короче, у нас есть книга отзывов. У нас только все хорошее. Для отдыхающих построили несколько жилых корпусов, летнюю, зимнюю столовую. Скоро там появится и новая баня. При этом сотрудники заказника и проведут экскурсию, и сварят уху, и отвезут на главное развлечение – охоту. Вот кордон вот здесь у нас стоит. Вот здесь дальше Мазановский район, здесь Ромницкий район. Здесь Ташанский заказник, здесь Берминский заказник. Здесь мы находимся, возим на охоту туристов. Здесь у нас подкормочные поля, вышки, значит. Вот здесь мы производим охоту на кабана. Таких подкормочных баз в Воскресеновском заказнике и охранной зоне два десятка. В кормушке для кабанов сотрудники заказника подсыпают пропитание. В основном зерноотходы, овес, пшеницу. Летом пополняют кормушки нечасто, раз в месяц. А зимой зверя подкармливают каждую неделю, чтобы популяция не уменьшалась. Захаживают на кабаний стол и медведи, изрядно разрушая постройки. Поэтому работники охранной территории специально для косолапых установили вот такие бочки с рыбными отходами. Ну, обычно в основном он караулит свиней с поросятами, так как бы их проще добыть. И он залазит в кормушку и ложится, и лежит, ждет. Как бы они подходят уже там, ну, не обязательно они вплотную подходят. Они подходят на дистанцию, с которой он там рванет и поймает там поросенка. На территории заказника охотиться на кабана запрещено. Протестировать свою меткость можно только в охранной зоне, расположенной вокруг заказника. И то только по лицензии. Поросенок до одного года обойдется в 4000 рублей. Взрослая свинка в два раза дороже. А вот за трофейного кабана придется заплатить 10 тысяч рублей. Охота на кабана начнется традиционно 1 августа. Мария Анна Геворкян, Константин Волков, Амурское областное телевидение. Прощай, школа. Последний звонок прозвенит 25 мая для амурских выпускников. Во всех школах области пройдут торжественные линейки. В этом году аттестаты о среднем образовании получат почти 4011 классников при Амуре. В Благовещенске последний звонок прозвенит для почти тысячи выпускников. В этом году на медаль по области претендуют 315 ребят, на 53 человека больше, чем год назад. Единый госэкзамен они начнут сдавать с 29 мая по 1 июля. Первый у выпускников экзамен по географии и информатике. Следующий обязательный предмет – математика, базовый уровень. Его напишут 31 мая. В числе популярных предметов у амурских 11-ти классников – общество знаний, физика и история. Череда выпускных вечеров пройдет по области с 24 июня по 1 июля. На этом у меня все. Напомню, новости доступны на сайте amurlenta.ru. Ну а сюжеты всегда можно увидеть в социальных сетях, на страничке Амурского областного, в фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова